Актуально Потому что подключились уже другие регионы Подключились 180 стран К данному мероприятию И это очень важно Посмотрите, уважаемые коллеги Какое значение имеет все-таки Вакцина профилактика, иммунопрофилактика То есть все инфекции, которые включены Прививки, профилактические прививки В национальный календарь прививок Если бы мы не проводили эти прививки Посмотрите, полиэмилит Это тяжелая парличика Которые всю жизнь будут сопровождать Дефтерия – это и параличи, и миокардиты Если переболеет паратитом Это и бесплодие, и сахарный диабет Если человек, не дай бог, не привит от столбника Даже мелкая какая-то рана Это тоже и летальные исходы И детей и взрослых Если мы не будем прививать против туберкулеза Что мы получим? Это тяжелое осложнение Тяжелая форма туберкулеза Которая очень печально тоже заканчивается Поэтому отказ от иммунопрофилактики Это, конечно же, для нас самое страшное И это всегда грозит последствиями И угрозой жизни и здоровью людей В том числе и детского населения Поэтому для нас важно Проведение Европейской недели иммунизации Потому что в 2013 году Предлагается странам всех регионов Сосредоточить внимание В борьбе с беспечностью И самоуспокоенностью Как родителей, так и медицинских работников Именно в канун этого мероприятия Европейской недели иммунизации Для нас проводится еще одно важное мероприятие Это мы впервые На территории Курганской области Осуществляем такую кампанию Это иммунизация против ветряной оспы Данная прививка на сегодня Не включена в национальный календарь прививок И планируется ее включение с 2015 года Но уже многие регионы Занимаются вакцинацией И не только регионы России Но и зарубежные страны Я думаю, мы сегодня это все услышим В выступлениях наших специалистов Поэтому Была проанализирована ситуация На территории Курганской области И нужно отметить, что и средств областного бюджета В рамках программы Под программой вакцина профилактики Программы предупреждения и борьба С социально значимыми заболеваниями Была закуплена вакцина против ветряной оспы И вот сейчас Пилотная территория Это Шумихинский район И город Шабринск Мы сейчас уже Вакцина получена на данной территории И она будет проводиться Вакцинация тех детей Которые не болели ветряной оспой И те, которые пойдут именно в детский сад Тем самым мы с вами предупредим Заболеваемость в организованных коллективах На данных территориях Европейская неделя иммунизации В текущем году проводится под лозунгом Защити свой мир Вакцинируйся Вообще очень интересный факт Что заболевание Ветряная оспа Известно давным-давно Еще в древности Врачи считали Что от рождения Кровь человека очень жидкая И с возрастом она густеет И поэтому появляются Высыпания на коже Что оспа это безобидное И даже желательное состояние До сих пор Ничего не изменилось практически Отражающий переход Из детства Во взрослое состояние Взрелость То есть ребенок повзрослел Как он переболел Ветряной оспой Ветряная оспа Очень широко распространена До 60 миллионов случаев ежегодно В Российской Федерации Более миллиона случаев ежегодно Показатели Средний многолетний уровень Составляет 775 на 100 тысяч населения Значительная вероятность Тяжелого исхода Ветряной оспы Вероятность заболеваний беременных Ведет к таким тяжелым последствиям Как врожденная ветрянка Или неонатальная ветрянка Летальные исходы регистрируются Это не такая простая инфекция В США, например, регистрируется Не менее 100 человек в год Летальных исходов Летальность среди взрослых В 40 раз выше Чем среди детей Ну, я уже не говорю Сегодня Оксана Александровна Говорила уже про экономическую составляющую Так, Германия тратит ежегодно 187 миллионов евро в год На ветряную оспу В России это порядка 5-6 миллиардов Миллиардов рублей Приобретено 720 доз 200 доз у нас уходит На Шумихинский район И 520 на город Шадринск Здесь будет проводиться Иммунопрофилактика детей От 2 до 3 лет Те, которые Это в первую очередь Те, которые у нас пойдут Осенью То есть не которые сейчас ходят А которые осенью пойдут В новый коллектив Актуально Останье 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 В В В